Привет, друзья и подруги подпольной правды! Мы, подпольщики, решили вспомнить хорошо забытое старое и представляем на ваш суд хит-парад. Он посвящен самым дурацким играм о спасении мира. Тема, конечно, не нова. Мир такая штука, что его всегда надо было спасать. Еще до нашей эры предпринимались попытки. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа и сказал Бог Ною, я истреблю их с лица земли, сделай себе ковчег, введи в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пускай они будут. Вот такая заковыка. Даже Бог спасал мир с помощью Ноя, причем, если вдуматься от самого себя. Сейчас, конечно, размах не тот, но забот виртуальным героям тоже хватает. И далеко не всем они по плечу. Вы на 3dabi.gamesdefistv.ru, а в эфире тройка самых дурацких игр про спасение мира. На третьем месте раскинулась пустошь из игры Fallout 3. Чу, я слышу ветер, то, наверное, согласно закивали головами тругеймеров. Действительно, бездарная серия и еще более бездарная последняя, надеюсь, часть про киберпанк и выживание в окрестностях Вашингтона. Что такое мир после катастрофы? Это сборище обиженных, напуганных, обозленных, растерянных и разъяренных людей. Им не к чему стремиться. Потребительские идеалы похоронены в прошлой жизни. Их больше ничего не сдерживает. Обручи государственного принуждения лопнули. Наружу лезут животные инстинкты. Спасти шкуру, потом набить брюхо и как следует потрахаться. Жить в таком мире неуютно. Слабые ищут забвения в наркотиках. Сильные насилуют слабых, убивают, а потом ищут радости в тех же наркотиках, потому что других радостей все равно нет. Так, по идее, оно должно быть. И в такое верится. На деле же Fallout, как и во всех играх, которые декларируют полную свободу, не истребил душок современной политкорректности. Разработчики понимают, что подошли к черте, за которой у них самих, если что, кишка окажется тонкая. И вот, в третьей части нельзя убивать детей. Вот город с ними можно взорвать, а ребенка вот в упор. Ни-и-и. Проститутку трахнуть нельзя. Ну, точнее, ее можно снять. Но даже намека на секс не будет. Она просто ряжет и уснет. Таких мелочей в игре пруд-пруди. Возникает вопрос. Нафига спасать Фантом? Это же не мир на пороге трагедии. Это страшилка для сопливых интеллигентов. Экскурсия по парку ужасов в Диснейленде. Ой, мама. Трудно выдумать игру сопливей, но парочка все-таки нашлась. А Fallout 3 занимает третье место. На втором месте Gears of War под любым порядковым номером. Лучше всего место и суть этой игры характеризует анекдот. Этот мудак даже на конкурсе мудаков занял бы второе место. Потому что мудак. Перед нами во всей красе, как писал один из моих любимых писателей, борьба, борьбы с борьбой. Земляне что-то там колонизировали и вдрызг перетрались из-за обладания подземным ресурсом. Нет, не спайсом, дорогие поклонники Дюны, а эмульсией. Но это не важно. Когда колонисты помирились, оказалось, что на планете есть местное население. Кто бог подумает. Вот тут-то и началась война. В компании солдат, дела которых, судя по всему, на три четверти состоят из анаболиков, игрок движется по музеям, промзонам, деловым кварталам и жмет на гашетку. Потому что нам, б***ь, настоящим мужикам, думать некуда. Гибнут люди, сынок, и я буду стрелять до последнего патрона. А думает, пускай лошадь, у ней голова большая. И наплевать, что людей никаких нигде нет и в помине. Зато есть стайки страшноватых аборигенов, которые выглядят так, что их не жалко и всеми силами пытаются защищаться. Вот и звери какие, а. Гирс оф вор – это типичное представление типичного цивилизованного белого человека обо всех, кто на него не похож. По этой причине любой араб в Америке становится террористом, любой армянин в Москве – жуликом, любой русский в Латвии – оккупантом. Но туземцы в Гирс оф вор становятся врагами номер один. Хотя мир в данном случае нужно спасать от твердолобых, мудаковатых спасителей, которые из-за своей дремучей непроходимости даже на первое место не дотянули. Ну а побеждает в нынешней битве идиотов Half-Life 2. Хотя победа, конечно, сомнительная. Главному герою, Гордону Фримену, предстоят великие дела. Гордон оказывается в городе Сити-17, который находится под властью тоталитарного правительства. Чуть позже открывается, что планета захвачена межгалактическим альянсом и нужно этому самому альянсу противостоять. История продуманная, по швам не трещит. Каждый герой появляется в четко отведенном ему месте, совершает сюжетные манипуляции и растворяется в двоичном коде до следующего выхода. Все продумано, повторюсь, до мелочей. Не успел игрок заскучать? Пожалуйста, Алекс величаво выступает, словно пава. Только игрок захотел задуматься. Раз, на сцене, там, пастор Григорий. Отличная вещь. Не штучная работа, но и не шерпотреб. Half-Life это спекуляция на обычных человеческих стремлениях. К свободе, к справедливости, к мещанской радости. Альянс промывает землянам мозги. Ай-яй-яй. Мы тут же хватаем монтировку, бежим на помощь. Прям Чип и Дейл. Half-Life это воплощение современного псевдоискусства, которое производит впечатление на зрителя, потому что дает ему кувалды по яйцам. Так поступают современные кинорежиссеры, писатели, клипмейкеры. Ну, конечно, нужно умело замахнуться и вдарить как следует, но в этом нет никакого подлинного таланта. Обычные молотобойцы, которым не есть числа. Фильмы вроде «Необратимость», где Монику Белуччи жестко трахают в «Переходе». Книги вроде «Опусов Сорокина», где пенсионер делает ми*** пионеру. И игры вроде Half-Life 2. Увы, первое место. Подумайте об этом на досуге и пишите на «Правда», как всегда, «Собака», «GameTheFistTV.ru» и до следующего четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова